друзья всем привет сегодня мы поговорим о модели sdxl и наш ролик будет разделен на несколько частей в первой части мы поговорим о том чем отличается эта модель от всеми нами любимой модели 1.5 во второй части мы поговорим о том где скачать эту модель и как ее установить в третьей части мы перейдем к практике и посмотрим как эту модель можно использовать какой промп пригоден для этой модели как использовать рефайнер и как применять лору которая идет в комплекте sdxl и в четвертой части мы посмотрим как эту модель можно использовать в конфьюай и какие преимущества дает конфьюай при использовании модели sdxl ну что давайте начинать по сути дела эта модель является обновлением модели 2.1 это гораздо более крупная модель по сравнению с предыдущими версиями общее количество параметров sdxl составляет 6 и 6 миллиарда по сравнению с 998 миллиардами для модели 1.5 в комплекте с базовой моделью dxl идет так называемая уточняющая модель refiner уточняющая модель добавляет детализации и резкости но вы можете использовать только одну базовую модель качестве языковой модели здесь используется комбинация open clip и open ai clip of stable diffusion 2 использовался только open clip соответственно новая модель упрощает подсказки теперь написание подсказки будет более простым потому что они просто будут более короткими размер изображения в sdxl по умолчанию составляет 1024 на 1024 это в четыре раза больше чем модель 1.5 которая имела разрешение 512 на 512 сейчас по умолчанию автоматик поддерживает модель sdxl из коробки то есть устанавливать для модели sdxl ничего дополнительно не нужно вот refiner на автоматике работает на данный момент не очень хорошо а позже я покажу что я имею ввиду еще на данный момент в автоматике большие требования к оперативной памяти чтобы загружать базовую модель sdxl а потом после нее refiner на моем компьютере сейчас 32 гигабайта оперативной памяти и этого не хватает для того чтобы нормально пользоваться и refiner и базовой моделью чтобы решить эту проблему приходится подключать большой файл подкачки первое что нам понадобится для установки это скачать модель sdxl 1.0 затем скачать модель refiner 1.0 и также мы еще скачаем модель лора для sdxl все ссылки я приложу на бустим также они будут в нашем телеграм-канале в разделе конфьюай в закрепе переходим по ссылке модель sdxl 1.0 на Hagenface здесь нас интересует вот эта вот моделька нажимаем вот этой кнопки скачать и помещаем нашу модель в автоматик папку models дальше stable diffusion здесь я создал дополнительную папку sdxl чтобы эта модель не путалась с другими моделями вы можете поступить по аналогии загружаете эту модель суда sdxl base 1.0 safe tensors дальше переходите по ссылке model refiner 1.0 и скачиваете вот эту модель refiner абсолютно также как и базовую модель нажимаем по кнопке скачать и помещаем эту модель по тому же самому пути models stable diffusion и либо в корень либо в дополнительную папку как я sdxl вот она модель sdxl refiner и дополнительно давайте скачаем модель лора для sdxl перейдем по вот этой ссылке и скачаем вот эту вот лору еще там же где вы скачивали базовую модель это лора тоже присутствует вот она сорок девять и шесть мегабайт занимает и соответственно лору тоже помещаем в папку models здесь есть папка лора здесь я тоже создал дополнительную папку sdxl но вы можете поместить и прям в корень эту лору вот она это офсетная лора которая предназначена для смещения шума в светлую сторону и соответственно изображение с ней будут немножко светлее для работы с моделью sdxl вам нужно обновить ваш автоматик до версии 1.5 давайте я на всякий случай покажу два варианта обновления автоматика в первом варианте мы можем подправить файл webusebet правой клавишей по нему щелкаем нажимаем изменить и пишем здесь git pull нажимаем сохранить и заново запускаем автоматик где он должен обновиться если у вас автоматик не обновляется то внимательно смотрите в консоль возможно он ругается на какой-то файл бывает он ругается на файл styles.css или еще на какие-то другие файлы соответственно для обновления вам тогда придется файл на который он ругается хотя бы временно переместить куда-то там на рабочее ствол а потом закинуть обратно второй вариант обновления заходим в папку автоматик щелкаем по вот этому пути пишем здесь 7g нажимаем enter у вас откроется консоль здесь пишем команду git pull нажимаем enter если были какие-то не установленные обновления то они у вас установятся но будьте внимательны если у вас портабельная версия вот такой вот вариант работы не будет потому что у вас не будет установлен python и git поэтому для портабельной версии пригоден первый вариант так если у вас версия автоматика теперь 1.5 то мы можем продолжать откроем список моделей и выберем базовую модель sdxl base оперативной памяти именно в автоматике для загрузки она требует много поэтому если эта модель у вас не загружается из-за нехватки оперативной памяти вам необходимо подключить файл подкачки чтобы подключить файл подкачки нажмем правой клавишей мыши по меню пуск выберем система опустимся вниз и выберем дополнительный параметр на вкладке дополнительно есть раздел быстродействия здесь мы нажимаем параметры выбираем дополнительно выбираем изменить выбираем диск допустим c нажимаем указать размер и сюда вводим допустим 10 гигабайт файла подкачки нажимаем задать ok ok если потребуется необходимо будет перезагрузить операционную систему после того как у вас загрузилась модель sdxl base вам необходимо отключить сдавая если у вас есть вот такое вот меню вы можете есть выбрать но если эта опция и вас не подключена то вам нужно будет перейти в сеттинг и раздел стей был дифьюжен в этом случае эта опция у вас будет именно вот здесь меня же она вынесена вот сюда поэтому здесь и нет дальше kick skip здесь работать не будет неважно какой параметр здесь поставить и сэмплинг метод дадим на данный момент с sdxl не работает и размер изображения нам нужно будет использовать 768 или еще лучше 1024 смотрите поскольку в этой модели количество параметров значительно выросло мы можем эффективно использовать подсказки от миджорни вот такой вот prompt я взял от миджорни но здесь необходимо уточнить стиле я добавил такой токен как фото реализм негатив промпт я вообще никакой сейчас не указываю сэмплинг метод я выбираю dpn плюс плюс sdn количество шагов 20 и размер изображения предпочтительные 1024 на 1024 если вам нужна широкая фотография или вытянутый вверх вы один из этих параметров понижаете один оставляете 1024 по сути дела разрешение можно использовать и 768 на 768 это тоже будет нормально работать еще поскольку заявлено что sdxl стала лучше работать со светом то я добавил и посвященности dramatic light получилось вот такое изображение давайте еще что-нибудь сгенерируем генерировалась вот такое изображение это изображение генерировалось 37 секунд на карте 3060 12 гигабайтный на сэмплинг методе sd и давайте теперь отправим наше изображение имидж ту имидж сейчас мы пройдемся по нашему изображению рефайнер для этого выберем другую модель рефайнер так рефайнер загрузился если у вас проблемы с загрузкой то добавьте файл подкачки и еще посмотрите в настройках в разделе стейбл дифьюжен есть такая опция чекпоинт кэш и на рам это означает сколько у вас чекпоинтов будет держаться в памяти в оперативной памяти специально для sdxl я поставил количество чекпоинтов 0 и количество вае тоже 0 чтобы хоть как-то разгрузить оперативную память и нажимаете apply settings вот в конфуа и такой проблемы нет чуть позже я покажу как работает конфуа и со сменой моделей на рефайнер и обратно на бейс в общем вот у нас стоит рефайнер он доставляем таким же на каких никакой не дописываем 2 и соответственно также стоит но он сэмплинг метод оставим такой же дпм плюс плюс sd и количество шагов тоже 20 размер разображения такой же а вот denoising strength поменяем до 0 2 давайте нажмем generate изображение после рефайнера сгенерировалось картинка стала более детальной если после нажатия кнопки generate у вас здесь выскочила ошибка где предлагает ввести тег no health вам нужно открыть файл webuse.bat на редактировании добавить вот здесь вот такой вот ключик no health переспустить автоматика заново попробовать сгенерировать в общем-то автоматик до сих пор работает над интегрированием и рефайнера и модели sdxl и вот для сравнения картинка слева после рефайнера справа до рефайнера детали больше более контрастная более четко над оптимизация думаю в автоматике поработают и будет все это работать гораздо быстрее также я думаю оптимизирует затраты на оперативную память для загрузки модели sdxl давайте теперь обратно вернемся text to image и сменим обратно нашу модель на base кстати если генерация у вас происходит очень долго то посмотрите не стоит ли у вас в файле webuse.bat ключика no health если он у вас стоит то попробуйте его удалить в моем случае генерация с ключом no health идет очень долго давайте теперь применим лору который мы скачали нажимаем красную кнопку выбираем лора и выбираем здесь sdxl offset лора 1.0 ставим и вес единицу пока нажмем generate с тем же самым сидом вот так вот изображение поменялось с лорой кстати если вы используете модель рефайнер допустим там в image to image то лору нужно удалять потому что с рефайнером она не работает кстати можете использовать модель рефайнер даже в text to image понятно что она не для этого предназначена но с некоторыми промптами на рефайнере даже лучший результат получается вот это вот картинка допустим сделано с рефайнером а вот это вот с базовой модели здесь вот эта вот картинка сделана с базовой модели а это вот изображение сгенерировано на рефайнере сказать что прям откровенной гадость на рефайнере получается нельзя но понятно что на базовой модели в большинстве случаев изображение будет лучше конечно теперь давайте посмотрим как cfg scale влияет на результат генерации на модели sdxl это вот генерация Это сделано на CFG Scale 4, это на CFG Scale 8, это на CFG Scale 15, а это на CFG Scale 20. Но такая разница, конечно, не на всех, прям так будет. Но на некоторых CFG Scale влияет вот так вот. Многие спрашивают, можно ли апскелить изображение, которое сделано на модели SDXL. Конечно же можно. Вы можете апскелить ваш арт на модели 1.5 теми способами, которые вы привыкли делать апскел. Здесь вот первое изображение восстановлено рефайнером, второе изображение апскеллено с помощью Stable SR на модели 2.1, а третье изображение апскеллено на модели 1.5 с помощью Ctrl-Net Tile. В общем-то дополнительно апскелить вы изображение можете как угодно. А ну еще, если вы в Image2Image рефайнером будете восстанавливать изображение, будете сильно завышать Denizing Strength, допустим там 0.4, 0.5, то изображение ваше будет очень сильно меняться и оно прям будет портиться. Поэтому Denizing Strength вот на данный момент оптимально это 0.2 поставить. Ну давайте теперь посмотрим, как можно работать с моделью SDXL с помощью Conf.UI. И насколько с Conf.UI SDXL работает лучше. Сейчас мы убедимся. Сейчас я покажу, как установить Conf.UI и как просто работать с моделью SDXL. Сам Conf.UI мы глубоко погружаться не будем. Давайте перейдем в Extensions, Available, Load From, введем в поиски Com и самое первое нам покажется Conf.UI. Нажимаем Install, дожидаемся пока Conf.UI установится. Переходим в Install и выбираем Apply and Restart UI. Теперь у вас должна появиться вкладка Conf.UI, но если она не появилась, то мы просто закрываем автоматик и запускаем его заново. Теперь заходим в Conf.UI и нажимаем кнопку Install. Здесь у вас показано, куда будет произведена установка Conf.UI. Нажимаем Install, Conf.UI. Ждем пока будет написано Install и теперь перезагрузите UI. Теперь мы закрываем автоматик и запускаем его заново. Теперь когда автоматик перезагрузился, переходим на вкладку Conf.UI. Если у вас здесь пишется вот такое вот, то необходимо подождать, пока автоматик прогрузит сервер Conf.UI. И после этого необходимо обновить просто вкладку. Теперь если мы зайдем в Conf.UI, то тут уже появится интерфейс. По умолчанию у вас здесь будет что-то вот такое. Сейчас мы не будем разбираться, как все это работает. Я чисто покажу, как работает с SDXL. Про Conf.UI обязательно будет чуть-чуть попозже в следующих роликах. Вам необходимо сейчас найти пресет для того, чтобы вот это все загрузилось автоматически. Это есть у нас в Telegram канале в разделе Conf.UI в закрепе есть ссылка на пресеты от нашего клуба. А еще ссылка прямо на этот пресет конкретно будет приложена в Boosty, чтобы вы не лазили в Telegram. Переходим по ссылке. Здесь нас интересует вот такой вот пресет Stable Excel плюс Refinery. Нажимаем правой клавишей. Сохранить как? И сохраняем его, допустим, на рабочий стол. У нас будет вот такой вот файлик JSON. Вы его берете и прям перетаскиваете просто в Conf.UI. И все, у вас появляется уже готовый настроенный пресет. Здесь нам нужно найти блок Load Checkpoint. В первом чекпоинте у нас загружена модель Refinery. Нажимаем на нее и выбираем вашу модель Refinery, потому что у вас она может находиться в другой папке, в другом месте. Дальше опускаемся вниз и здесь находим второй блок Load Checkpoint. Здесь у нас загружена модель SDXL Base. Тоже открываем и загружаем вашу модель. Потому что у вас она может находиться, опять же, в другом месте. Зелененькое вот это поле Primitives. Это Prompt. А красный Primitive это Negative Prompt. Теперь давайте заменим здесь Prompt на наш Prompt с лягушкой. И Negative Prompt вообще удалим. Потому что в нашем Prompt с лягушкой Negative Prompt не было. Все, что нам сейчас требуется сделать, это просто нажать Q Prompt. Для того, чтобы начать просчет. Все, наша лягушка сгенерировалась. Это достаточно быстро произошло. Мы можем вот так скроллером мыши приблизить или удалить. А если зажмем левую клавишу мыши, мы можем двигать изображение. Сейчас, если мы заново нажмем сгенерировать, то есть Q Prompt, то у нас генерация не будет происходить, потому что у нас вот здесь в Key Sampler стоит Fixed. Это сделано специально, чтобы сид сохранялся. Сейчас у нас сид, конечно, отличается от того, что мы генерировали до этого. Но тут и смысла особо нет его закладывать прям таким же. Здесь изображение 100% даже на том же самом старом сиде не получится, как в автоматике. То есть если мы хотим сгенерировать с другим сидом, нам нужно просто вот этот вот сид немножко поменять, влево-вправо подвигать и еще раз нажать Q Prompt. И вот у нас сгенерировалась уже другая картинка. Допустим, смотрите, нас это изображение устраивает, и мы хотим его прогнать через рефайнер. Здесь у нас, если посмотреть, горит красный кружочек, означает, что вот здесь один нот отключен специально от рефайнера, чтобы он просто не генерировался и время наше не занимал. Мы просто можем за него потянуть и отправить его вот сюда вот, в латент. Теперь, когда мы нажмем Q Prompt, у нас это изображение уже перегенерироваться не будет, а будет происходить генерация только с рефайнером. Причем обратите внимание, как быстро загрузилась модель с рефайнером. Он в UI здесь требует гораздо меньше оперативной памяти, чем автоматик. И вот такое вот изображение у нас получилось после обработки рефайнером. Причем, если посмотрите, то на рефайнере у нас стоит сид рандомайз, то есть случайный. Поэтому, если мы сейчас нажмем Q Prompt, то нижняя картинка у нас генерироваться заново не будет, а вот то, что генерируется через рефайнер, будет, и изображение будет отличаться, потому что результат зависит от сида. Вот сейчас у нас вот такая вот картинка. Давайте еще раз. Ну и на третий раз получилось вот такое вот изображение. Тут, кстати, есть схемы гораздо сложнее и уже с заложенными апскейлерами, но и пользоваться теми схемами сложнее, поэтому я для начала рекомендую воспользоваться вот такой вот простенькой схемой. Опять же, если вы будете заново что-то генерировать, вы можете вот эту вот ноду вот так потянуть и снять, чтобы рефайнер у вас каждый раз не работал, потому что обработка рефайнером, естественно, занимает время. В общем, друзья, у меня на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВК и Телеграм. Напомню, что в ВК мы выкладываем промты. В Телеграме у нас большая группа для общения. Там очень много полезной информации. Вы можете поделиться своими промтами, посмотреть чужие промты, читать разные разделы. И еще у нас есть бусте, в котором собраны чисто видеоуроки со всеми ссылочками, все аккуратно, по времени разложено. Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это на бусте. А на этом всем удачной генерации, всем хорошего настроения и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok